Заменить плиту, починить краны и сделать ремонт в квартире. Все это привычное дело для мужчин с умелыми руками, однако многие участники Великой Отечественной войны самостоятельно уже не могут обеспечить себе бытовой комфорт. На выручку подмосковным фронтовикам пришла областная жилой инспекции. Результаты акции «Помогите ветерану» у Кирилла Титова. Загорелось. Замечательно. Чтобы в совершенстве освоить новую плиту, Зинаида Ивановна репетировала целый день. И вот ветеран труда уже готова приготовить царское угощение. На такой кухне можно порадовать многих гостей. Ремонт отличный. Кто работал, делали. Такие хорошие мастера. Ну можно такому ремонту позавидовать. Они мне шторы купили, повесили. Скатерть новый. Скатерть и шторы – это лишь капля от проделанной работы. Новые обои, мебель, бытовая техника. О таком Зинаида Ивановна могла только мечтать. Ведь ее кухня не видела ремонта с 75-го года. Местным работникам ЖЭО было хорошо известно мечте ветерана труда. Вот и решили отблагодарить, подарив новую, светлую и уютную кухню. И было неплохо. Они, видишь, еще сделали. Молодцы все делают. Именно так Антонина Ивановна принимает работу у работников местного МУПа. Ветеран к празднику сделала подарок не только себе, но и всем своим соседям. Стены и лестницы уже подсохли, а вот краской на перилах еще можно испачкаться. Обновления и весенних цветов здесь ждали давно. Они молодцы, я скажу. И на улице подметают, делают, и дом хорошо, и в подъезде в прошлый раз тоже делали. Молодцы, хорошо работают. Антонина Ивановна, несмотря на возраст, 90 лет и сама активно участвует в благоустройстве придворовой территории. Недавно ландыши посадила. Теперь каждый день за ними ухаживает. Всю жизнь помогала другим. Даже сейчас все хозяйство и правнук на ней. Добро всегда возвращается, говорит руководитель областной жилинспекции. На призыв поучаствовать в акции «Помоги ветерану» откликнулись все жители Подмосковья. Это получается всем миром. Вплоть до того, что школьники, студенты приходят помогать, студенты, которые проходят практику, это управляющие компании, это общественные организации, это просто предприниматели, которые не остаются равнодушными. То есть вот наш призыв, нашу акцию поддержали практически всем миром. Пока свои заявки на улучшение жилищных условий отправили 56 ветеранов. Но каждый день приходят новые и новые письма. Где-то пожилым людям помогают справиться с заявкой родные, где-то начальники управляющих компаний, ЖЭКов и МУПов. Поэтому помощь придет к большинству обратившихся. Акцию планируют сделать ежегодной, чтобы охватить всех ветеранов, участников, тружеников тыла и труда, всех, кто отстоял страну. Кирилл Титов, Алексей Зиняев. Новости Подмосковья. Новости Подмосковья. Продолжение следует...